здравствуйте в эфире радиостанция московская правда программа найди себя я ведущая мария баранова знаменитый специалист по вопросам лидерства и эффективности стивен кови говорил саморазвитие это процесс тонкий и благотворный нет лучшего вложения своих сил чем такая инвестиция в себя однако прежде чем начинать инвестировать себя неплохо бы понимать куда именно направить свои силы наш сегодняшний гость помогает людям найти себя и определить условия для максимального развития своих как духовных так интеллектуальных и физических возможностях у нас в студии вячеслав московский специалист в сфере психологии развития а также один из авторов акмелогической методики оценки потенциала личности привет здравствуйте здравствуй слав давай прежде чем говорить об этих словах как акмелогия до прозвучавших выступлений поговорим о твоем пути потому что он тоже был но не слишком прямой получив юридическое образование ты пошел в аспирантуру в академию московской государственной академии водного транспорта да вот а после этого ты отправился в аспирантуру на психологический факультет и выбрав при этом своей специальностью как раз психологию развития и акмиология скажи вот что тебя заставило поменять сферу и почему именно психологии на самом деле все очень просто еще со школы не было очень большое желание помогать людям и вообще хотела поступить в медицинский еще сложнее что тебе остановила то что 8 9 класс я безобразничал и поэтому уроки химии прогуливал как следствие химия у меня западала и медицинский вуз я решил себя не искушать и не подвергать людей лишний раз опасности своим присутствием поэтому пошел в юридический желание было стать юристом и опять же защищать помогать людям защищать их с точки зрения юриспруденции а почему тогда поменял на психологию если все было созвучно но все было созвучно да замечательно я считаю что время было потрачено совершенно правильно это замечательно совершенно среду я попал хороший вуз и ну полной мере я считаю что ну и юридическая специальность не открывала все те возможности которые мне хотелось открыть для себя и на втором курсе я понял что надо себя продолжить искать дальше совершенно случайно получилось так что я попал на консультацию в доктор психологических наук юманова николай саныча и как следствие остался ее подмастерием стала не учиться и потом уже пошел в аспирантуру а что изучает акня логе акмиологи изучают наук изучающие пики и спады профессиональных деятельность человека но слову и традиет психологии она на самом деле это отдельное научное направление и специализация так и называется психология развития и акмиология акмиология она не совсем раздел даже отдельная специализация по защите идет код акмеология наука изучающие пики спады профессиональной деятельности человека слово акме латинское слово вершины и логос слова то есть слово изучающие пики спады а в чем особенность вот так миологического от методики оценка потенциала почему эту методику называет развивающей диагностика развивающей диагностика дело в том что к миологическая методика позволяет выявить но практически все сильные слабые стороны человека психологические особенности человека как следствие предложить оптимальные пути его становления как личности то есть это начинает профессиональной ориентации заканчивая психологической совместимости в коллективе с конкретными с конкретным человеком с конкретной группы людей то есть там спектр решаемых задач очень широк поэтому ты на свои знания применяешь в общем не только консультирование да но также бедность это даже являешься учредителем и основателем компании акмера bright people агентство нестандартных кадровых решений скажи а вот в чем собственно говоря уникальность этого подхода в чем нестандартность кадровых решений до но дело в том что к нам часто обращаются по вопросам подбор персонала мы занимаемся и подбором персонала в том числе но это не является основной направлении нашей деятельности мы решаем совершенно разные задачи и повторю начиная от совместимости членов экипажа конкретной организации если работаем в 95 процентах случаев работаем с учредителями по вопросу топ-менеджмента у кого какой потенциал кто с кем совместим у кого какие перспективы у кого грил пики у кого спады как с этим жить как формировать коллектив для эффективных эффективные эффективно выполнение поставленных задач и ну надо сказать что мы не решаем наверно 95 процентов тех вопросов решает обычные кадровые агентства и решаем вопросы допустим найдите человека который гарантированно мне принес бы такую-то прибыль в конце этого года но кто какой кадровое агентство будет гарантировать что вот этот человек принесет какую-то прибыль или что вот этот сотрудник допустим точно не украдет у вас ничего или допустим провести кадровый аудит и выявить кто является неблагонадежным не просто неблагонадежно но в том числе и опасным для конкретной организации даже каких нюансах опасно это тоже можно проявить такими вопросами тоже занимаемся и соответственно к примеру если есть какая-то я конкретный пример прийду да есть как крупная компания у нее складской комплекс и на складском комплексе постоянно кражи постоянно кражи вплоть до того что компания закладывает эти издержки все расчеты в течение двух дней мы выявляем всех тех кто кого нему не может выявить службы собственной безопасности в течение нескольких лет не является ли такая диагностика ну скажем так пограничные вопросах этики ну я пограничных вопросов этики нет я считаю что не является дело в том что все наши психологические особенности это неотъемлемая часть нас и задача не в том чтобы скрыть что-то от кого-то задача в том чтобы научиться всем в равной степени разбираться друг в друге тогда будет просто разобраться будет проще и в себе и в тех людях которые нас окружают соответственно скажем можно самостоятельно определить свой уровень правильческого потенциала и каком можно использовать самостоятельным можно скажут так достаточно условно определить его да но такая возможность есть если прилетные управленческие потенциала я бы поделил на три уровня невысокий средний-юсокий ну два слова буквально скажу да невысокие управленческие потенциалы это присущим человеку который способен управлять коллективом буквально 7-12 человек. Больший коллектив человека с невысоким управленческим потенциалом не интересует, и человек будет некомфортно себя чувствовать в таком коллективе. Его быстро там съедят, склюют, скормят рыбу. В общем, лидерам там не смысл. Ну, тут лидерство вопрос я бы немножко отодвинул, потому что можно быть лидером, не быть при этом руководителем. Тут есть нюансы. Средний управленческий потенциал, опять же, бывает дипломатического и административного характера. Дипломатического характера – это хорошие переговорщики люди, общительные коммуникаторы. А администраторы – это строгие консерваторы, которые вот делай так, так не делай, пункт первый, пункт второй, буквально. И управленцы высшего звена – это люди, не отождествляющие себя абсолютно ни с первым, ни со вторым уровнем. Это люди несколько надменного характера, да, которые привыкли повелевать и сказать… Из позиции НАТО. Да, абсолютно точно. Из позиции НАТО. И люди, в прямом смысле, способные влиять на коллективную волю людей. Знают они об этих своих способностях или нет – это второй вопрос, да, и смогут ли они их реализовать или нет – тоже остается открытым. Как выявить в себе, допустим, да? Ну, тут я бы привел такую красочную аналогию, красочную аналогию с сказкой «Волшебник изумрудного города». Дело в том, что здесь будет понятно. Ну, запомним несколько героев, которые есть в «Волшебнике изумрудных городов». Это трусливый лев, это страшила, умный который, да, это железный дровосек и это Элли. Вот есть у нас 4 основных героя. Управленец невысокого уровня – это Элли, в первую очередь. Казалось бы, да, как так вот Элли? Она вроде бы все вокруг нее изиждется, но она управленец невысокого звена. Какие ей присущи качества? Она очень динамично, подвижна, она постоянно куда-то стремится, она на одном месте не сидит. Что у нее получается? Хочет она, не хочет, она воодушевляет людей идти вместе с ней. Коллектив небольшой. Коллектив небольшой, если мы помним по сказке, да, там, всего. Ты, собственно говоря, Татошки всех назвал. Да, но Татошку пока не рассматриваем. Управленец невысокого звена – это динамичный человек в стиле одежды, который предпочитает внешний, буквально. Стиль одежды, который предпочитает casual. Люди, если это женщина, то она терпеть не может каблуки. Это мука для нее. Им нужна удобная обувь, потому что это так называемые бегунки. Да, им нужно бегать, им нужно, чтобы ножки были в комфорте. Люди рациональные, прагматики, как правило, очень умные. Логики между эмоциональным и рациональным всегда предпочитают рациональное. Еще раз говорю, это очень умные люди, умеют оставить свою позицию. И подвижность – это, пожалуй, тоже очень свойственно невысокому управленческому потенциалу. Потому что именно высокий управленческий потенциал, он отличается своей медлительностью. То есть, я ничего не буду делать, пока вы мне не предоставите там гарантии или план. То есть, аналогия такая, да, что масштабность своего рода. Я таких людей еще называю люди-танки. Он двинулся, сразу может кого-то даже покалечить. Сказал, кажется, что оскорбил, а он просто так говорит. Человек такой, говорит, вынеси мусор, вынеси мусор. Думаешь, ругаются, а это просто человек так общается с окружающим миром. Так вот Элли – это управление с невысокого звена. Управление со среднего звена – это у нас Элли и это у нас Страшила. Трусливый Лев – это классический администратор. То есть, все четко, он не трусливый в полном смысле слова. Он просто избегает инноваций. Он привык делать по стандартам. И также по сказке мы видим, что Лев не лезет в воду просто потому, что он так не делал раньше. Поэтому он так и не хочет делать. Но когда он лезет, страха нет никакого, пропадает сразу. Администраторы – они люди системные, любят режим. Любят пункт первый, пункт второй, пункт третий. Отступать от плана им некомфортно. Быстрые изменения не принимают. Ну, принимают, но очень так ломко. Люди ответственные, стремятся держать данное слово. То же самое требуют от окружающих. Если сказал – делай, написано в договоре – делай. Получаются хорошие юристы, между прочим. Дипломатического характера, среднеуправленческий потенциал – это, пожалуйста, Страшилло. Страшилло, если мы помним, он мягкорукий парень. То есть, он вообще-то ничего не делает. Он из соломы. Его задача – гнилить идеи и передавать их железному дровосеку. По сказке, лучший друг Страшилло – это железный дровосек. Между прочим. Делатель вообще классический. Бери больше, кидай дальше. А Страшиллое управление среднего звена – это классический дипломат, переговорщик, которому свойственны инновации. Он все время что-то придумает, все время что-то разрабатывает. Никого сильно не убеждает. Просто вбрасывает какую-то информацию. И все само собой начинает крутиться. Если это похоже на вас, соответственно, значит, вы являетесь, скорее всего, управленцем среднего звена дипломатического характера. А управленцем среднего звена дипломатического характера нравится за границей, нравится жить за границей. У них быстро получается осваивать иностранные языки. Они легко находят общий язык с иностранцами. Это тоже нюанс, который у них есть. Такое присуще просто. Ну и управленцем высшего звена. Ну, конечно, в этой связке, которая идет в волшебную страну, нет управленцем высшего звена. Потому что железный дровосек – он тоже делатель, исключительно исполнитель. А управленцем высшего звена – это Гудвин. Ну, если так. Да, это человек глобально влияющий на происходящее событие. Причем, ну, опять же, иллюзорно. Ну, это там глубокая сказка. Сейчас не хочу про сказку. Но смысл в том, что управленец высшего звена – это человек, который… Характеристики его. Он не быстр. Он не длительный. Он предпочитает заранее план. Он харизматичный. Что я вкладываю в понятие «харизматичный»? Это человек, который с детского возраста ставит ручки в бочки и начинает требовать что-то от своих родителей, от старшего брата. Ему же должны. Ему же обязаны. И это человек, который не столько подвержен истерикам, как вот недемонстративный типаж. Он давит. Он давит и продавливает свою идеологическую линию. Ну, опять, вот по работе я неоднократно вижу, что молодежь с мощным управленческим потенциалом. Секретарь девушке 23 года, она входит в генеральный директор. Он говорит, так, я что-то не поняла, а что здесь? До сих пор они не подписали договор, который вам принесла вчера? Да, да. То есть это четкая позиция управленца высшего звена. У него нет градаций, старше, младше. Человек может быть намного старше его. Он не видит разницы в возрасте. Он все равно доминирует. Ну и, соответственно, видимо, просто спроецировав героев эти сказки на себя, можно как бы понять, в какой сфере себя лучше реализовать? Ну, спроецировав героев этой сказки на себя, можно понять вообще, ну, как минимум, какой управленческий потенциал нам свойственен и в каком, ну, не то чтобы как себя реализовать, но хотя бы в каком направлении больше двигаться. В управлении самого высшего звена я рекомендую обязательно идти в сферу управления. Потому что, так или иначе, человек будет всеми управлять, хотел бы он этого или нет. Ну, скажу так, что если человеку дано многое, это не значит, что он сможет взять и унести многое. Поэтому, чем больше дано, тем больше надо работать над собой. Соответственно, неоднократно я встречал в своей профессиональной карьере людей с большим потенциалом, в том числе с мощным управленческим потенциалом, которые работали там водительными дальнобойщиками, например, да. Управление большой системой. Кто-то управляет государством с большим управленческим потенциалом, а кто-то управляет большой системой в виде автомобильного трейлера. То есть, уровни разные могут быть. А так, спроецировав этих героев на себя, можно просто оптимизировать свои усилия. То есть, взять роль Элли, это интегратор, подвижный коммуникатор. Взять роль Страшилы, генератора идей. Придумал, передал, там сделали. Взял на себя роль трусливого льва, администратор. Все четко, по пунктам, системно, последовательно исполнение. И, как говорится, постановка задачи и контроль. Слав, вот с управленцами более-менее понятно. Какими вопросами к тебе обращаются обычные люди, частные клиенты? Приходят ли с вопросами в непрофессиональной сфере? Ну да, регулярно. Частные люди приходят совершенно с разными вопросами, на самом деле. Начинает подбор супруга супруги, психологическая совместимость, особенности, плюсы-минусы взаимодействия в конкретной паре. Ну и заканчивая, опять же, профессиональная ориентация детей. Миллион вопросов, да? Как помочь брату? Он не знает, чем ему заняться. Как быть с мамой? Вот ей 52 года. Что ей сейчас лучше делать? Или там, у меня вот есть там папа, да? Он хочет переехать за границу. Надо ему сейчас это делать или не надо? Или вот буквально вот вчера мне приходит смс в 12 часов ночи. Так вот тоже бывает. Вячеслав, пожалуйста, проанализируйте нашу няню. Люди живут за границей в Европе. Она сходит с ума. У нее такие-то вопросы. Провожу анализы. Опять же, плюсы-инновации анализа. Мне нет необходимости видеть конкретного человека. Раз. И для того, чтобы сделать достаточно комплексный анализ одного человека, мне достаточно 15 минут. Нет необходимости. Часа, дня, каких-то тестов. Вся история, на мой взгляд, прошедший день. И провожу анализ, и становится ясно, что человек просто очень чувствительный, что очень эмоциональный, но при этом честный, надежный, душевный, открытый, ранимый. Ну, как няня, очень замечательный человек. А то, что показалось заказчику, что сумасшествие, это просто некая повышенная восприимчивость, да, с которой тоже нужно правильно взаимодействовать, чтобы не было конфликта, да, чтобы не было непонимания и, как следствие, ухода няни. Она обидчивая, да, она может обидеться, уйти, а такого человека терять не стоит, потому что он надежный, он прям вторая мать. Слава, а как быть, вот если к тебе пришел, допустим, человек средних лет и в процессе консультации, в общем, открыл, что он, ну, не там развивает свой потенциал. Вот как правильно себя вести с новой полученной информацией, да, вот вместе с ощущением вот такого потерянного времени? Ну, я скажу так, что время не бывает потерянным. Если человек занимался хоть чем-то, он так или иначе в этом рос, да, игра, учение, труд. Три направления деятельности, в которых человек прогрессирует. Если человек занимался немножко не по душе, у него деятельность была, да, страшного ничего в этом нет. Страшно, если человек не примет для себя решение поменять что-то в своей жизни. Вот это страшно. Останется и будет стремиться реализовать себя там, где его нет. То есть не получая ни радости, ни удовлетворения от того, чем занимается. И более того, как следствие, ну, если это идет речь про карьеру, да, про реализацию себя в карьере, то будет и эмоциональное выгорание на работе, и психосоматические заболевания. То есть, ну, это тяжелый случай. Я рекомендую просто поселить в своей голове мысль, что в любой момент можно все поменять. Если эта мысль поселится, то никаких страшностей, как говорится, и трагедий точно не случится. Из примеров могу привести следующее, буквально тоже из своей жизни. Женщина 37 лет ко мне обратилась не напрямую, через мужа ко мне обратилась женщина с вопросом, что вот я всегда хотела работать с персоналом, как вот HR-менеджер. Но она работает, на данный момент уже является, являлась успешным менеджером проектов, но совершенно понимала, что это не ее история, вот хочет работать с персоналом. 37 лет, никакого у нее опыта в HR сфере никакого вообще нет. И так сложилось буквально случайно. Муж ко мне обратился, да, я заинтересовался, сделал анализ конкретной женщины, и стало ясно, что у нее очень большой потенциал. И реально именно в этом надо ее реализовывать, чувствовать, чувствовать, куда сердце бьется. И если есть желание, возможности всегда находятся. Случайность и не случайность. Как следствие, вот такая цепная реакция пошла. Он ко мне обратился, я проанализировал ее, понял, что действительно не просто так. Совершенно случайно ко мне обратились, нужен HR. Заказчик является моим уже давним заказчиком. У нас сформировалась некая зона доверия. Я сказал, что у меня есть хороший подходящий человек, но у него нулевой опыт. Я готов лично его обучать там какое-то время, да, для того, чтобы он интегрировался в систему конкретной организации, и уверен, что будет рост. Просто человек не может не расти, если ему нравится, если у него есть для этого потенциал. Вот, был затрачен некий энергоресурс. Женщина ушла с той работы, пришла на эту работу. Деньги были, конечно, ниже. Почему? Потому что опыта нет. Но самое главное, что в течение года она выросла для HR-директора. Это не чудеса. Всему можно научиться, если есть желание. Если желания нет, что делать? Поэтому всегда, ну, говорю, говорил и буду говорить, что всегда предпочтительен сотрудник с горящими глазами. А горят глаза только тогда, когда человек занимается в том направлении, которое откликается в его душе. Слав, но в жизни любого человека есть ведь не только подъемы, да, и какие-то пики, но и спады. Можно ли как-то заранее спрогнозировать эти спады и как-то конструктивно к ним подойти, чтобы заранее подготовиться к ним? Заранее подойти можно. Дело в том, что я называю эти периоды стагнационные периоды. Периоды, в течение которых человек теряет динамику, которая была до этого. То есть, тут он был герой, а тут некий спад, и у человека появляются сомнения, неуверенность. Я называю диагноз бывшего героя. Может быть, да. Может быть, я с таким не знаком, но тем не менее, да, похоже. Это тоже не трагедия. Самое главное – грамотно сгруппироваться к этому периоду и сфокусировать свое внимание на себе. Я рекомендую в такие периоды ничего нового не начинать. Делать все то, что мы делали до этого. Ну, если хотите, как вот езда на санках. Были на пике, на горке, на саночках. Съезжаем. Продолжать движение в том же самом направлении. Просто чаще всего я сталкиваюсь, что люди в стагнационном периоде начинают махать шашкой. И три самые часто встречаемые желания – это сменить работу, первое. Второе – сменить партнера, жену или мужа. И третье – это куда-нибудь переехать. Это вот то, что встречается чаще всего в стагнационном периоде. Все три этих вектора, они противопоказаны. Рекомендуется остаться там, где ты есть, и усиливать накопление опыта в том, чем ты занимался до этого. Есть, конечно, нюансы, как можно немножко переформатировать свою жизнь, но это отдельный тембер сделаю. Слав, существует такая теория, согласно которой Бог говорит человеку на языке жизненных обстоятельств. Соответственно, задача человека сводится к тому, чтобы правильно считывать послания, которые в эти обстоятельства зашиты. Но при этом все современное устройство общества, оно, в общем, сводится к тому, что пытается доказать, что разум важнее интуиции, в общем, как и любого иррационального источника информации. Вот как, на твой взгляд, есть ли место интуиции в современной жизни и случайно ли случайность? Случайность и не случайность. Случайность и не случайность. Бог разговаривает с каждым человеком на языке жизненных обстоятельств, совершенно точно ты подметил. Понятных только конкретному человеку. Я думаю, что это не теория, это жесткая практика. С точки зрения правильной постановки системы, сначала идет интуиция, потом идет разум, интеллект, ум, как хочешь. Потом идут инстинкты. То есть интуиция и связь с мирозданием, она выше разума. И, на мой взгляд, глупо и опрометчиво пытаться подняться над этим. А как можно в себе усиливать интуицию? Как можно в себе усиливать интуицию? Ну, первое, хотя бы слушать себя, начнем с этого. Ну, это раз. Два, есть люди, делю людей на две категории, у которых сильно развита интуиция, у которых она неким образом западает. Люди, у которых интуиция развита сильно, им следует действительно больше прислушиваться к себе. И, там, путем расчетов, как часто я поступаю по интуиции, как часто это приводит к положительным развитиям событий. Вот, руководство, работает она у меня или нет. Если человек понимает, что каждый раз, когда я поступаю, как мне подсказывает интуиция, я попадаю в какую-то нехорошую ситуацию, я рекомендую тогда использовать метод складушки-нескладушки, я так называю. Тут все очень просто. Если вы что-то делаете, и у вас это складывается. Вот, вы знаете, с утра проснулся, захотел в театр. В обед тебе звонят, говорят, вот у меня есть два билета, пойдешь в театр. Пошел, хочу. В семь часов вечера сидишь в театре и думаешь, как я здесь очутился. С утра только захотел, а вечером уже здесь. Вот это череда устойчивых складушек. Но это не просто так случайно я попал в театр. Это произошло для чего-то. Как правило, в этом театре мы либо кого-то встретим, либо какая-то особенная подача информации будет нам, ответ на какой-то вопрос в самом спектакле. То есть нужно понимать, что я сюда попал не потому, что я с утра захотел, а потому что это для чего-то нужно. Там есть еще следующая ступенька, на которую надо наступить. И как только я наступлю, будет следующая череда событий, которые дальше меня как-то будут продвигать. Это есть череда устойчивых складушек, так называемое божественное проведение. И есть череда нескладушек. Допустим, человек едет из Московской области на собеседование, на работу его мечты, как он считает. Приходит на железнодорожную станцию к десяти часам. Почему? Потому что электричка отходит десять часов. Приходит девять пятьдесят пять. Пять минут на электронном табло еще не хватает. Еще пять минут электричка должна стоять, а ее нет. Она уехала. Человек начинает нервничать, уехать, уехать, уехать. Человек может опоздать, идет к частному водителю, садится, у частного водителя не заводится машина. Вообще нервы закипают, ругается на мир, день не сдался, кофе облился, то есть все как-то против меня. Вот это череда устойчивых нескладушек. Когда идет череда устойчивых нескладушек, это первый признак того, что нужно нажать на паузу и подумать, что я делаю не так. Либо не стоит сегодня мне ехать на это собеседование, либо мне нужно поехать позже, позвонить, перенести собеседование, либо вообще ни туда не ездить. То есть, когда идет череда нескладушек, нужно остановиться и подумать, что я делаю не так. Биться об стену головой – это совершенно противопоказано. Если хотите, это идти против промысла Божьего. Но так или иначе, это перейдет к каким-то печальным последствиям. Слав, а слушай, мы ушли в высокие материи. Если представить, что ты сейчас выйдешь из студии и встречаешь инопланетянина, и ты будешь первым человеком представителем Землиной Цивилизации, которую он встретит, и он тебя спросит о том, кто такой человек и зачем он здесь. Что бы ты ему ответил? Я бы у него спросил, а где человек? Дело в том, что как Диоген ходил по Синопу, ищу человека, а здесь много людей, и у него не так много человеков. Дело в том, что стать человеком – это и есть, на мой взгляд, одно из важнейших предназначений людей. Не каждому свойственно стать человеком. Это большая трудоемкая работа. Поэтому, знаете, есть типы психики. Человеческий строй психики, его надо сформировать. Не дано родиться и быть человеком. Это тоже, я так считаю, отдельная тема для разговора. Ответить инопланетально можно следующим образом, что мы люди, мы стремимся стать человеками, но пока у нас это плохо получается. Но мы действительно очень хотим, и я думаю, что продолжим устойчиво и упорно стремиться и делать, становиться человеками. Слав, а насколько реализованным ты считаешь свой потенциал? Чего-нибудь еще хотелось бы добавить в свою жизнь? Чего мне хотелось бы добавить в свою жизнь? Конечно, хотелось бы. Еще двоих детей. Учитывай, что ты преподаватель, ты тренер, ты отец троих детей, ты занимаешься триатлоном. Чего еще не хватает? Вот двоих детей. Ну, на самом деле, чего мне не хватает? Мне не хватает изменения системы образования. Это то, над чем тоже держится мое сердце. Я понимаю, что тот шаблонный подход, который мы сейчас используем, всех по одной гребенке, далеко не уедем. Нам нужна иная система образования. Но вот есть глобальные цели, которые мне хотелось бы выполнить. Одна из них – это изменить подход к образованию и к использованию потенциала человека. Вообще, мне не нравится, когда называют ресурс человеческий. Потому что ресурсы – это то, что можно выработать. То, что можно выбрать. Шахту из шахты можно. Какой у шахты ресурс? Вот такой. Выбрали все, больше нет шахты. Человеческий потенциал, он фактически безграничен. Человек может то, о чем даже не догадывается. И я считаю, что нужно максимально заниматься именно этими способностями человека, потенциалом человека. Как говорил наш президент, что инвестировать надо в людей. А все остальное они сделают то, что… Слава, на сожалению, заканчивается время. Мог бы ты под занавес дать какие-нибудь, скажем так, не советы, а рекомендации? Как научиться слушать себя, да, чтобы достигать намеченных целей, и при этом получать от них удовольствие? Как слушать себя? Ну, очень просто. Может быть, хорошо инструменты для понимания себя. Ну, во-первых, что я хочу порекомендовать. Я хочу порекомендовать больше читать, больше интересоваться теми вопросами, которые откликаются в вашей душе. Ну, я предположил, хочется вам заниматься фотографией. Вы не знаете, как на этом зарабатывать. Ничего страшного в этом нет. Читайте, учитесь у лучших. Смотрите лучших фотографов, работы лучших фотографов. Читайте и биографию. Самая простая история. Если ты хочешь чего-то добиться, смотри тех, кто уже сильно прогрессировал в этом направлении. Просто повтори хоть что-то из того, что они сделали. И уже будет толк. Знаю много людей, которые потихонечку меняют свою жизнь, переходя из так называемого офисного планктона, да, в некие другие горизонты. Для этого нужна смелость, в первую очередь. Смелость, система и волевые качества. Волевые качества, они позволяют следовать той системе, которую ты для себя сформировал. Потому что система без воли, она пустая. Это основная информация. Система воли. Ну и, наверное, слушать себе эти знаки, которые даются. Потому что не всегда имеет смысл пришибать стену лбом, если где-то есть дверь. Совершенно согласен. Смотреть на тех людей, которые тебя так или иначе окружают. Слушать их. Слушать себя. Делать по-своему. И даже перенимая чей-то опыт, понимать, что опыт конкретного человека повторить не удастся. Что всегда надо будет свой собственный опыт сформировать, пройти. Поэтому все равно делать по-своему. И принимать свои собственные решения. Не бояться этого. Не бояться нести ответственность за все, что ты делаешь. Это очень важно. Вообще, я считаю, что ответственность и страх нести ответственность – некое западающее звено в современном обществе нашей страны, по крайней мере. Поэтому ответственнее ко всем подходить. Если ты даже взялся за работу официанта, предположим, начинаешь с чего-то, молодой специалист, а думаешь о том, как прийтишь в космос, то начни хотя бы выполнять обязанности официанта ответственно. Будь хорошим официантом. А лучше всего будь самым лучшим официантом, а потом стань администратором этого кафе. Или, в конце концов, возглавь. Стань директором. Стремись добиваться в том направлении, где ты есть. Если ты сможешь добиться в нем, то сможешь во всех остальных. Вот это, кстати, ответ. Спасибо большое, Слав, тебе за такие развернутые ответы, за то, что сегодня к нам пришел. Пожалуйста, спасибо вам. Напоминаю, что у нас в студии был Вячеслав Московский, специалист в психологии и развитии, и я, Мария Баранова. Программа «Найди себя», радиостанция «Московская правда». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова